Частенько где-то, но затрагивается тема, в которой девушки предпочитают плохих мальчиков хорошим. Некоторые с этим согласятся, ну а некоторые будут оспаривать. Но сегодня я вам покажу несколько аниме, где плохой парень влюбляется в девушку. Думаю, многих эти тайтлы должны заинтересовать. Очередная загадка. Узнаешь персонажа? Тогда пиши в комментарии, кто он или из какого он аниме. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем приятного просмотра. Монстр за соседней партой Комедия с оттенком романтики. Главными героями в ней становятся Хару и светлый ум школу Сидзуку. По всей видимости их свела судьба. Море шуток, пикантных и романтических моментов. Сидзуку совсем не преступная. Для нее главное выучиться и обеспечить свою жизнь. Только вот у нее репутация ботана. Вот кому, как не ей, придется отнести конспекты Хару. Ведь этого балбеса отстранили от занятий за драки. Сидзуку не согласилась просто так выполнять такую работу. Взамен ей был обещан новый учебник. Встреча с Хару кардинально поменяла ее жизнь. Он не был так мерзок, как о нем говорили. Он был воплощением добра. А за друга готов башку снести любому. И как раз Сидзуку первый претендент на место друга. Теперь героиня решила раскрыться своим одноклассникам. Обрела новых друзей и стала учиться еще лучше. И Хару тоже пошел в лучшую сторону. Стал учеником, на которого стоит равняться. Они стали верными друзьями. Кучу времени проводили вместе. По жизни шли только вперед, наживая друзей и врагов. Граф и Фейри Англия 19 века славится своими хорошими манерами. Высшим светом и расцветом науки. Поэтому в сверхъестественное никто не верит. Даже больше. И верить в такие глупости самый настоящий вздор. Ведь, как выяснилось, у всего есть свое научное объяснение. А что, если скажешь, что феи существуют? Раньше, конечно, были такие люди, которые были связующим звеном между феями и людьми. Но сейчас, в связи с тем, что люди отрицают чье бы то ни было присутствие на этой планете, кроме себя, естественно, то и связывать некого и не с кем. Но наша главная героиня, Лидия Карлтон, все еще обладает этим даром. И спокойно разговаривает со своим котом и малюсенькими и шаловливыми феями. Живет она в милом, как и она, самодомике с уютным садом. И отказываться от своей профессии или даже призвания не намерена. Она надеется, что когда-нибудь люди одумаются и все станет как раньше. Ну а пока она получила приглашение от отца посетить его. Во время путешествия ей будет суждено познакомиться с прекрасным графом и многими другими увлекательными личностями. Хочется сразу предупредить, что в этом аниме есть намеки на Сюнен Ай, но оно таковым не является. Герой данного сериала Харуки, обычная девушка из бедной семьи. Но благодаря своим знаниям, усердию и отличной успеваемости она смогла поступить в иранскую старшую школу. Про школу стоит сказать отдельно. Это элитное учебное заведение для детей самых богатых семей Японии, в котором разнеженных деток не сильно напрягают учебой. Поэтому у них есть куча свободного времени для разного рода развлечений. Одной из достопримечательностей школы является хост-клуб. Место, где богатые красавчики-студенты используют свои внешние данные, развлекают не менее богатых дам. В этот клуб случайно попадает и Харуки, и тут удача покидает ее. Девушка разбивает роскошную вазу стоимостью 8 миллионов иен. Члены клуба поставили Харуки условия. Вступить в клуб и обслужить 100 клиентов. Только таким образом можно возместить стоимость вазы. Вот только ни члены хост-клуба, ни клиентки не знали об одном обстоятельстве. Харуки – девушка. Спецкласс А Похвально то, когда человек амбициозен и не зависит ни от кого. Всего добивается сам, несмотря на любые трудности. Вот такая наша главная героиня аниме Хикари. Она хочет быть везде лучшей и первой, так как имеет на это право. А есть человек, который всегда преграждает ей путь. Еще шестого класса они переступают друг через друга. Кейт Токисима. Хотя он и из богатой семьи, но также является амбициозным и очень умным. Но тут они встречаются в школе Хакусен в классе А. В этом классе учатся только одаренные личности с ярко выраженными талантами. У них свободный график, и отличить их можно по цвету формы. Но такие дети не всегда будут пользоваться хорошей репутацией. Некоторые думают, что они ставят себя выше всех. Другие же думают, что все эти выскочки из богатых семей. А есть такие, которые открыто выражают свою ненависть. Только как быть, если вечное противостояние никуда не делось. Кстати, нотки романтики также присутствуют в классе А. Хикари и Кэ не единственные учащиеся в классе. Есть еще и другие. У каждого человека есть я, которое они очень часто выставляют. Поэтому учеба будет очень интересной. Не сдавайся С раннего детства Кека Магами любила сказку о Золушке. Благодаря ей девочка твердо уверена, что нужно много и усердно трудиться, чтобы потом получить долгожданные наряды, баллы и встречу с прекрасным принцем. На роль принца в жизни Кека претендует ее бывший одноклассник Сеф Фува, который в погоне за славой поп-звезды отправился в Токио. Чтобы поддержать своего красивого и амбициозного парня, Кека отправилась вместе с ним в столицу. Пока Се старается проложить себе дорогу в мир шоу-бизнеса, Кека безропотно выполняет всю грязную работу. Готовит, убирает, стирает и работает сразу на двух работах, чтобы оплачивать съемную квартиру. Однако Кека не жалуется на свою судьбу. Она искренне верит, что Золушка на ее месте вела бы себя точно так же. Однако вскоре девушка понимает, что Се ценит ее только в качестве бесплатной прислуги, с помощью которой его жизнь стала комфортной и очень удобной. Сама же Кека со всей ее любовью и нежностью абсолютно ему не нужна. Бедная Кека оскорблена до глубины души и теперь мечтает только об одном – отомстить предателю, став самой популярной и знаменитой звездой, которая затмит сомнительный талант Се. Для этого она отправляется в агентство по раскрутке молодых талантов и с этого дня в жизни Кека начинают происходить самые удивительные перемены. Ну а на этом все. Надеюсь, видео вам понравилось и вы поставите под ним лайк и подпишитесь на канал. Всем огромное спасибо, кто досмотрел видео до конца. Не забываем подписываться на канал и ставить лайк. Всем удачи и скоро услышимся.